Привет, мои хорошие! Хорошая пятница! Сегодня мы с вами заканчиваем тему пассивов очень быстро, потому что сегодня рассказываем о глаголах с limited use in the passive, с лимитированным использованием в пассиве. И тут будет, по-моему, 1, 2, 3, 4, 4 будут пункта всего-навсего, и мы заканчиваем эту тему, слава тебе Господи! Смотрите, мы не можем использовать пассив с некоторыми глаголами и глагольными конструкциями. Например, первое, мы не можем использовать пассивы с intransitive verbs, с непереходными глаголами. Почему? Потому что мы не имеем объекта. Hello, соседи! Мы не имеем объекта, который может быть вынесен, изменен на сабчик. Допустим, the Tasmanian tiger died out early in the century. То есть вымерли эти терры ранее в этом столетии. Мы не можем сказать, the Tasmanian tiger was died out. Его умерли, что ли? Нет. Второе, съехала ты моя, локация моя, держать рукой, что ли? Ну, штатив умерли. Я остался дома. Второе, некоторые глаголы, такие как suggest и explain, допустим, возьмем эти два, они вообще не могут менять indirect object на subject. Они не могут поменять непрямое дополнение на подлежащее. Мы не можем сказать, he was explained the procedure. Нельзя! Мы не можем сказать, we were suggested a new time. Нельзя! Мы можем сказать только, the procedure was explained to him, and a new time was suggested for us. Все, procedure was explained, потому что глагол explain. A new time was suggested, потому что suggest. Третье, некоторые глаголы имеют два дополнения, но они не могут быть пассивными априори, вообще. I bear him no ill will. Я к нему не питаю недобрых чувств. То есть, я к нему ровно отношусь, нормально. Есть такое выражение, bear ill will, это питать недобрые чувства. Мы не можем переделать это никак в пассиве. Ну, никак. При желании, конечно же, можно, но не следует. The book earned him a fortune. Книга принесла ему кучу денег. То же самое с этим выражением. Earn a fortune кому-то там. Не надо переделывать, стараться. Let me wish you luck. Позволь мне пожелать тебе удачи. Wish luck. Не надо вот это вот делать. Ну, можно сделать, это будет corruption. В общем, не надо. И четвертое, некоторые глаголы идут с двумя существительными. Но второе существительное, это не object, не дополнение. Мы можем это видеть, если мы заменим это дополнение, как прилагательное. They declared him president. Они провозгласили его президентом. Переделываем. He was declared president. President мы не можем вынести назад. Господи, вперед. The doctor declared him dead. Врач объявил о смерти. Да, заключение сделал. The doctor declared. Врач заявил его мертвым. He was declared dead. Dead не будет впереди никоим образом. Все это глаголы с limited use, с использованием, ограниченным в пассиве, которые либо не могут, либо нежелательно их использовать в пассиве. Вот и все, мои золотые. Have a good weekend, потому что сегодня пятница. И увидимся. Даст Бог в понедельник. Пока.